Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы. Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы. 8 часов 30 декабря 2019 года. Обновлено. 8-9 30 декабря 2019 года. РИА Новости. Валерий Мельников. Президент Турецкой Республики Реджеп Таип Эрдоган во время четвертой трехсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019 года. РИА Новости. Валерий Мельников. Ирина Алкснес. Все материалы. По сведениям СМИ, уже сегодня в парламент Турции правящей партией справедливости и развития может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии. Официальный запрос об этом поступил Анкаре от ливийского правительства национального согласия, ПНС, несколько дней назад. Похоже, положение ПНС становится все более мрачным в свете наступления на триполи ливийской национальной армии, ЛНА, под руководством Халифа Хафтара. Это продолжается уже много месяцев, и многочисленные громкие заявления руководства ЛНА по-прежнему не подкреплены результатами. Однако, судя по обращению за военной помощью к Турции, ситуация для признанных международным сообществом властей Ливии действительно ухудшается. 27 декабря, 14-24. Эксперт. Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии. Оговорка о признанном международном сообществом в данном случае принципиальна, поскольку ни в каком ином смысле ПНС, созданная в 2015 году при поддержке Совбеза ООН, властью над Ливией не обладает и никогда не обладала. Около 90% территории страны контролируют войска Хафтара. Положение усугубляется тем, что неофициально симпатии значительной части мира принадлежат скорее ЛНА, так как среди сил ПНС слишком заметны исламистские банды самого радикального толка. В свою очередь, Хафтар и его армия выступают наследниками светской политической системы Муаммара Каддафи, уничтожение которой Западом и ввергло страну в хаос и бойню, продолжающиеся уже много лет. 27 декабря, 11-1. Эксперт, конфликт в Ливии может усилиться из-за поддержки Турции ПНС. Именно поэтому в адрес России регулярно звучат обвинения в помощи Хафтару. В последние недели самой популярной темой стали русские наемники, якобы воюющие на сторонално. По этому поводу выступил и Таип Эрдоган. Москва раз за разом опровергает инсинуации, хотя совершенно не скрывает, что контактирует с обеими сторонами конфликта, стремясь способствовать мирному регулированию. Интересы в Ливии имеют большинство ключевых держав регионной мира, но практически все занимают достаточно осторожную позицию над схваткой, избегая открытых решительных шагов. Причина очевидна. В Ливии во всех отношениях крайне сложная ситуация. Высокие шансы увязнуть и понести серьезные потери, если неудачно влезть. 26 декабря, 15-21 турецкий «Красный полумесяц» планирует открыть офис в Ливии. На этом фоне Турция громко и активно защищает ПНС, а теперь и вовсе готовится к военному вмешательству. Так неужели Эрдоган не понимает, какие военно-политические угрозы для его страны несут подобные планы? Надо думать, что понимает. Вот только у него перед глазами очень яркий и соблазнительный пример, который подталкивает его идти ва-банк. Речь о российской военной операции в Сирии. Между бывшей сирийской ситуацией и нынешней ливийской впрямь имеется некоторое сходство. Два ближневосточных арабских государства, раздираемые гражданской войной результатом вмешательства западовых внутренних дел. Законное правительство, оставим за скобками существенную разницу между Башаром Осадом и главой ПНС Фейзом Саараджем, контролирующая минимальную часть территории страны и находящаяся на грани окончательного краха под военными ударами оппозиции, официально обращается за помощью к влиятельному союзнику и получает ее 26 декабря 14.30. Косачев прокомментировал планы Турции отправить войска в Ливию. Ничего удивительного, что опыт Москвы искушает многих и порождает желание попробовать его повторить. Кажется, президент Эрдоган решил первым ступить на этот, откровенно говоря, довольно рискованный путь. Истоки и причины российской победы в Сирии будут еще очень долго разбираться по винтику историками и военными специалистами. Но основные моменты очевидны. Во-первых, работа российского генштаба, в недрах которого разрабатывались планы конкретных операций и общая стратегия компании, что и позволило очень ограниченными силами и точечными усилиями добиться решения поставленной задачи. Во-вторых, дополнение военных методов активным переговорно-политическим процессом, причем не столько на международных саммитах, сколько на низовом уровне с конкретными племенами и полевыми командирами. Ну и, в-третьих, мужество и профессионализм российских военных, благодаря которым реализация задуманного и стала возможна. 26 декабря, 13-19. В Госдуме оценили возможные последствия ввода турецких войск в Ливию. Теперь остается дождаться, получится ли у Турции воспроизвести на ливийской почве данный опыт, или же выяснится, что Россия обладает эксклюзивным военно-политическим ноу-хау, не поддающимся прямолинейному копированию со стороны других государств. Ответ на этот вопрос интересен миру, пожалуй, не меньше собственной схода военного вмешательства Анкары в ливийские дела, что, видимо, уже неизбежно. Продолжение следует...